Январь, зимний месяц, богатый на события и приметы. На Руси его еще назвали Просинец, Перезимье, Студенец. Сегодня в программе СИЮН мы вспомним самые яркие народные праздники календаря. Каждый день января имел свое название. Открывал народный календарь День Ильи Муромца. В этот день на Руси чтили память былиного богатыря, которого считали избавителем Киева от татарского календаря. Далее следовал Игнатий в день. Его посвящали дому, где человек родился, вырос и получил благословение на самостоятельную жизнь. 3 ноября отмечался Прокопьев день в памяти Прокопьев Вятском, юродимом христианском святом. На Руси крестьяне дали этому дню название полукорма, потому что к этому дню расходовалась половина корма, заготовленного на зиму для домашнего скота. Считали, что с Прокопьей устанавливается хороший, прочный, санный путь. Пришел Прокоп, разрыл сугроб. По снегу ступает, дорогу копает, говорили наши предки. 4 января называли Настасьин день. Этот день получил свое название в честь святой Анастасии, которую также именовали Анастасией узорорешительницей. В Настасьин день на Руси беременные женщины вышивали полотенца, которые должны были служить оберегом при родах. Учились вышивать и маленькие девочки, а их матери доставали из сундуков родовые полотенца с вышитыми знаками, символизировавшими плодородие. На Федула в день пекли печенье в форме овечек, коровок и птиц. Это делалось для того, чтобы привлечь добрых духов и изгнать злых. И, конечно, самым торжественным и одновременно радостным праздником в январе является Рождество. Канун праздника в простонаречии назывался Сочельником или Сочевником. Это название происходило от особого кушания из пшеницы, орехов и меда, сочева. Поздним вечером за столом собиралась вся семья. Начиналась вечеря. Обычно застолье проходило в родительском доме. Для Сочельника готовили праздничную одежду. В канун Рождества на Руси соблюдали обычаи калядования. Парни и девушки ходили по домам, распевая песни, каляды и выпрашивая у хозяев угощения и деньги. Девицы также гадали, откуда залает собака, оттуда и жених сватов зашлет. Еще одна примета действовала для всех. Считалось, что если в этот день попариться в жаркой бане, здоровье сто крат прибавится. Сам Великий День Рождества Христова считался семейным праздником. Православные люди ждали его целый год. И подготовка к празднику была основательной. Шесть недель до него принято было поститься. Зато на Рождество стол ломился от явств. Готовили кутью, блины, студень, заливную рыбу, куся или утку с яблоками, пироги и пряники. На Руси празднование Рождества слилось древним обрядом с святками. Они соединили в себе и древние языческие обряды, и христианские. Между праздниками Рождества Христова и Крещения Господни отмечают святки. 12 святых дней, установленных в Православной Церкови в память рождения Христа и Крещения Его в Ярдане. В эти дни запрещалось совершать таинство брака, заводить игрища и пляски. Запрещалось также работать, особенно с наступлением темноты. Во многих местах, однако, святость этих дней нарушалась гаданиями. В деревнях девки любили гадать и на Васильев день. Старый Новый год приходится на зимние святки. 13 января – это так называемый Васильев вечер. Считалось, что гадания в этот вечер самые правдивые. Незамужние девушки гадали на суженого. Считалось, что загадает девица красная под Василия, все сбудется. А что сбудется – не минуется. Одно из самых популярных гаданий – гадание на суженого. Берем 4 стакана, наполовину заполненные водой. В один кладем соль, в другой – сахар, в третий – опускаем кольцо, а в четвертый – ничего не кладем. Гадающая должна, не глядя, выбрать один из стаканов. Выбирай. Вот этот. Как сладко. Значит, весь год будет сладко жить. Теперь я. Подожди. Так. Готово? Давай. Кольцо. Ай, какая красота. Если незамужняя девушка вытягивала в этот вечер кольцо, жених обязательно являлся. А еще в деревнях девушки снимали с левой ноги валенок и бросали его за ворота, наблюдая при этом, куда башмак ляжет носком. Считалось, что в какую сторону ляжет носок, в той стороне жених и живет. Кстати, этот день часто называли Василием-свинятником. Угощения на столе. Ходили опять же в гости, угощались, пели песни, веселились. А самое главное угощение на столе – это поросенок. И должно было быть очень много колбас. А наши предки садили детишек в этот день под стол и заставляли их хрюкать. И опять же угощали их ломтиками свинины. Все это делалось для того, чтобы год был хлебосольным, хлебородным, хорошим, успешным. Через несколько дней наступал крещенский сочельник или голодный вечер. Считалось, что под крещение снег приобретает особые свойства. Поэтому его старались собирать и использовать в разных целях. Считалось, что в этот вечер и снег становится целебный. Девушки в деревнях нагребали снег и проводили специальный обряд. И умывались, и при этом приговаривали. Снег, снебушка, мягче станет и мне красоты на белоличика добавит. И верили, что после этого обряда каждая девушка станет еще красивее. А еще ходили за водой. Принеся воду домой, ее сохраняли. Говорили, что она может стоять в закрытом сосуде, не портись и имеет столь же чудесные свойства, что и крещенский снег. Говорили также, что тот, кто на крещение скупается в ледяной воде, будет весь год здоровым. В этот вечер любили наблюдать и за погодой. Существовало множество примет на погоду и будущий урожай. Например, звездное небо предвещало, что уродится хлеб. Снегопад, что вызреет гречка. Еще один день, который был почитаем на Руси – Татьянин день. В этот день, 25 января, почитали святую мученицу Татьяну Римскую, подвергшуюся пыткам за веру при императоре Александре в III веке. На Татьянин день в народе было принято печь каравай в виде солнца. Татьяна и каравай печет, и половики по реке бьет, и хоровод ведет, говорили в старину. Второе, более древнее название праздника – Бабий Кут. Бабий Кут – место у русской печи, Бабий Угол, где стояли все предметы домашней утвари, а хозяйка проводила много времени. В семье это место называли солнышком, поэтому на Татьянин день большухи, старшие в семье хозяйки, пекли большую ковригу – символ солнца. Эти же хозяйки доставали выпечку из печи, давали хлебу чуть остыть и теплыми отламывали по куску, и раздавали всем членам семьи. Такова была традиция на Татьяне день – зазывать весну, приглашая поскорее светило вернуть к людям и прогнать лютые крещенские морозы. Каждый член семьи по традиции обязательно должен был съесть хотя бы кусочек от такого каравая, чтобы солнце дало ему немного своего тепла. На день святой Татьяны существовали и другие ритуалы, многие из которых применялись для привлечения потенциальных женихов. На какие только хитрости не шли будущие невесты. Например, около своих домов стелили вот такие самотканные ковры. Это делалось для того, чтобы нравившийся ей парень вытер о него случайно ноги. Считалось, что тогда он станет частым гостем в этом доме. Люди в древности не забывали еще об одном интересном и действенном обычае. Он заключался в том, чтобы отыскать самое высокое место в округе и загадать заветное желание, глядя прямо на солнце. Если ритуал проделывался действительно с душой, то оно непременно осуществлялось. Пройдет время, и не случайно в этот день в 1775 году императрица Елизавета Петровна одобрила и подписала указ об основании первого российского университета. Идея об его учреждении принадлежала ученому Михаилу Ломоносову и графу Шувалову. Как говорят, что Шувалов специально выбрал этот день – день именин своей матери Татьяны Петровны. А подписанный царицей указ он преподнес ей в подарок. Изначально праздник был официальным университетским, но постепенно он стал пользоваться успехом у всех студентов. И до сих пор живет традиция разгула в этот день всей студенческой братьи России. После Татьяниного дня на Руси следовал Павлов день, затем Петра, Антона. Заканчивался месяц Афанасьевым днем. Редактор субтитров А.Семкин